Всем привет, мои дорогие други. Я приехала в июнь и кушаю Бургер Кинг. Господи, это просто прекрасно. Начинаем новый влог. Начинается он с моего похода по магазинам. Ну, несчастье ли это? Что, ребят, берем такую шапку, нет? Выглядит тепло, выглядит как то, что мне нужно, потому что у меня всегда мерзнут уши. Прикольно. Я все еще в поиске зимней обуви, и мне, кстати, понравились вот такие сапоги термит. Они просто на супервысокой подошве, я вообще в шоке. Они замшевые, но черные, и форма, ну, вроде, ну, не очень стильная, конечно, но они, наверное, теплые и очень, как минимум, удобно будет гулять с Арчи. И еще будет для прогулок с Арчи. Вот это мои зимние сапоги. Они крутые, но вот этот каблук очень неудобно ходить с Арчи. Стоят они 10 в каунт. Такие классные сапоги еще. Приехала на ламоту. Сейчас будем распаковывать посылки. Точнее, примерять их. Тут кое-что интересное. Вот такой корсет. Вообще восторг. Ну, как бы я немножко стесняюсь в таком ходить, но выглядит очень красиво. Он такой прям прикольный. Сейчас, сейчас. И ботинки. Вот ботинки очень крутые. Они, кстати, безумно удобные, но слишком яркий цвет все-таки. Наверное, я на такое не готова. Но, блин, и форма, и цвет безумно классные. Такая футболочка. Это Юникло. Но у меня смущает, что она чуть-чуть коротковата. Она стоит 500 рублей. А качество, кстати, очень приятное. Не знаю. Такое платье, но оно М-ка. И оно мне вот велико. Остальные два черных. Я взяла С-ку, поэтому С-ка мне будет как раз. Это хорошо, что я взяла две С-ки и всего одну М-ку. В общем, я надеваю платье из пакета доставы и отвелилилась две пуговицы. Соответственно, как бы... Но оно, на самом деле, очень крутое. Я бы его взяла, если бы не пуговицы. Ну и последнее платье, да, оно оказалось... Я на него больше всего возлагала надежды, но оказалось целым классным. У меня их из этих сапог. Сапог. Да, ну, сдали такое. Классное. Закрытие, поставь. Давай, давай, давай. Дай, нам на руку, какая комната. Да ну, Астер. Так она сама. Дай, там картон у нас на их мастерые. Угощи ее сюда. Короче, они нифига разлетают. Вынули шлетевку у нее из ноги. Но она лететь не может. Давай, давай. Может, из-за того, что нога болит, может, отрофировались крыльями. Топ внезапных событий. Пришел пожарник. Ворона так и не летает. В здании увеличиваем расстояние между стульями, чтобы она летала. Это кошка на тебя попадает. Кошка. Кошка, 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 кошка. Она вообще ручная. Она не боится людей. Ее надо в лес куда-нибудь, значит, ее точно загрызут. Давай ты ее на другой стул гони. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Ой. Упала. Упала немножко. Теперь, Глаша, взлетай выше. На жердочку. На жердочку. Немало. Ах, нет. Травма опасна. Ну, нет, травма опасна. Она сейчас стукнется лапой. Давай. Побежала, Глаша. Побежала. Уже стукнулась. Побежала. Побежала. Ребята, капец. Мы с Арчи вышли на улицу. И сегодня впервые. Вот нормальный снег. Знаете, когда вот это вот. А не когда там какая-то полудождь, полуслякоть. Офигеть. Арчи, тебе нравится снег? Мне очень. В общем, иду я с постельным бельем. Забрала на Wildberries. Идет прекрасный снег. И мне кажется, вот это и есть момент истинного счастья. Вот один из таких моментов. Помните, когда я в такси в Сочи ехала? Иду в ветер. И вот это вот все. И тоже такой же момент сейчас происходит. Потому что я иду. Ветра нет. Идет вот этот снежок. Замечательный. И я так вообще иду с новостельным бельем. Чувствую счастье. И это вот действительно жизнь из таких моментов. Это так круто. У нас с вами DIY, ребятки. И мои заусенцы. В общем, делаем корону из карт на Хэллоуин. Я буду пиковой дамой. Ну, я буду не пиковой дамой, а буду в прикольном референсе. Вот референс. Смотрите. И делаем примерно то же самое. Ну что, корона готова. И я сейчас приклеиваю вот такие бусинки на нее. Это у меня... Вот отсюда я их отрываю. Вообще все клей с помощью горячего пистолета. Потому что так надежно. У нас с Даней кулинарный шедевральный вечер. Даня, ты готова... Людим сжатый волк. Сжатый волк. Да, и десерт. Даня, приготовлю картошечку. Я пиццу. Ну, мы вместе. Ну, почти вместе. Ну, Даня, по-моему, все картошка, я, по-моему, все пицца. Я пришла на окрашивание в мою любимую студию Корни. И забыла вам показать. Вчера забрала на Озоне шарф. Вообще недорогой. Чего-то около 500 рублей стоил. И он очень прикольный. Я еще переживала, что он не будет сочетаться с розовыми сапогами. Но вроде розово-оранжевый. Но они близко, конечно, расположены по цветовой гамме. Но выглядит вроде неплохо. Я еще заказала на 20 тысяч там на Ламоди всего. Вот. Ну, там просто обувь дорогая. Но я, наверное, выкуплю так немного. Посмотрим. Вообще сейчас. Эра покупок, заказов каких-то. Сегодня должны на зоне прийти шторы. Причем я заказала на два окна шторы. И почему-то... Ну, в одном заказе оплатила. Но почему-то одна штора придет сегодня, а вторая через полнедели. Ладно, иду на окрашивание. Здесь в студии безумно классный декор вообще. У меня уже лохматоглом. У меня есть раствор. И посмотрите, какой мне принесли коктейльчик. Давайте вместе сделаем. Офигенно! Боже мой, как же круто! Охренительно! Это просто нереально. Какой он вкусный! Офигеть! Здесь вот еще всякие паучки наклеены. В общем, очень круто. Продолжаем краситься. Мне принесли новый коктейльчик. Это вообще... Давайте еще раз. Вверх. Еще раз вниз. Надеюсь, никому не стало плохо. Вау, я в восторге. Ну и все. В этот раз получился чуть-чуть другой оттенок. Ну, тоже очень хорошо. Немножко седой. Из-за моих розовых кончиков он не очень выглядит седым. Потому что к концу еще... Ну, в общем, надо отстригать их только. Но цветущие. Посмотрите, что появилось в самокате. Это сливочное пиво из Гарри Поттера. Но это не пиво, это мороженое. Вообще, к нам пришла Полина почистить ноут. И Даня его разбирает. Покажи ему только. А это я сама, Полин, кстати. Даня сейчас тоже отломал чуть-чуть. В общем, оставляем следы своей деятельности в память Полине. Представляете, нашла канал на телевизоре. Во-первых, я уже его смотрю 2 часа. Уже 12 ночи. И Даня начала смотреть где-то в 9.30 вечера передачу про керамику. Меня удивило просто. Сейчас переключилась на новую передачу. И тут языком жестов девушка объясняет то, что говорит ведущая. А так, честно говоря, я хотела продолжение смотреть передачи про керамику. Представляете, как битва шефов, только битва керамистов. Я уже посмотрела, сколько стоит печь для обжига керамики. Короче, это пипец. Ребята, я заказала 2 наволочки в одном заказе. Ну, посмотрите на... Просто нормально? Блядь, это одно и то же. Просто, блядь, почему оно разных цветов? Я не понимаю, как с этим ебаным амазоном жить? Ребята, я приехала к своей любимой 42-й школе. Прочитала в новостях, что ее сносят. Здесь я провела лучшие годы своей жизни. Встретила парня сейчас с потиком. Я говорю, я тоже снимаю. Он такой, да? Я говорю, а как... Он такой, вас, наверное, пустить могут. Я говорю, а как? Он такой, ну, я сказала, что мне для Мэри. И, блин, думаю, что еще сказать. Можно сказать, что я для города Че снимаю. Не знаю, что сказать. Меня пропустили. Ну, я сказала, что мне для города Че. А я так просто, для интереса. Короче, пипец, ребята. Я на территории. Ну, вообще, она всегда была открыта просто. В таком виде ни разу. Охренеть можно. Ребята. Блядь, пиздец. Вы прикиньте, какие дыры. Господи. Это был центральный вход. И сейчас сюда можно зайти. Блядь, пиздец, я сейчас заплачу. Просто. Просто. Вот это окно. Вот это на втором этаже. Вот это. Ну, или вот это. В общем, мой класс. Начальный. Бля, просто сейчас тут все разрушено. Бля, просто. Вот тут входной. Входная группа. Не знаю, как сделать, чтобы вам видно было. Надеюсь, на меня сейчас ничего не обрушится. Это моя раздевалочка была. Ну, или нет, следующий здесь какой-то вход. Блин, не было бы этого мужика. Я бы зашла внутрь. Вот оно. Место, куда мы хотели зайти столько времени. Просто жесть. Ну, все, пока. Я первый раз сейчас вижу такое. Я просто раньше всегда думала, что вот здание... Ну, мы сейчас, например, живем в квартире. Живем, живем. И мы умрем. Квартира будет существовать. Не будут продолжать жить люди. А сейчас я понимаю, что вот я пережила здание, можно сказать. И вижу, как я в нем что-то делала. А сейчас его уже не будет. Это вообще так необычно. А вот у того дерева мы варили суп. Вот на этой штуке мы снимали видео на кнопочный телефон. Как лыжники. Здесь мы строили сугробные вот эти базы, которые кто-то разрушал. Мы злились на это. Прошла эпоха. Тут, ну, ж, ей интересно. Понимаешь, что там? Нет. А что там? Пришли с Даней посмотреть диваны. И это полное разочарование. Просто ничего не нравится. Вот нам нужно что-то примерно такое, только в виде дивана. Мы с Даней повесили очень классную штуку. Нам ее доломало. Мы с Даней поставили ставки, сколько она продержится здесь. Благодаря вот этому чудищу. Даня сказала, полтора дня, я сказала, 15 минут. Проверим. Вот за что я люблю Даню. Я говорю, блядь, давай перетащим диван по приколу в другую комнату, просто посмотри. Он такой, ну, давай. Да, что-то не вышло немножко. Да, в общем, он не уместился. Но мы просто хотели посмотреть, как он будет в филе этой комнате выглядеть. Потому что вообще, какого размера туда и что. В общем, он не уместился. Ну, мы можем его поднять, он уместится, но мы боимся его сломать. Разобрать можно еще, но ладно. Да пофиг, ладно. Ну, как минимум, мне понравилось, как там выглядят подушки от него. Значит, все в порядке. Всем привет. Это Хэллоуин. Привет, Сэрла. Да. С вами Анна из Шамана Кинга. Такая пицца. Да, с четками. Вызывать духов пришла. Я пиковая дама. Такая, честно говоря, если я пиковая дама. Нет. И Даня. Блядь. Я итальянский ворон. Больше отличная. Это все духи. Это Даня, это духи. Я итальянский ворон. Да. Ну, ключи светит. А там же еще пицца греет. Боже, утка. Я чуть не обосралась. Вот такой у нас ворон. Муж Глаша. Я цыганка. Нет, Полина, Анна. Цыганка. Вот на видео мне очень нравится, как я выгляжу. Прям вообще классно. А на фото какой-то пиздец. Можно видео просто вот так поделать, чтобы... 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 Да. И вот у нас с коренной, чтобы вот фотографии. Даня, иди сюда. На превьюшку или что-нибудь такое? Поставили свечи, включили такую тематику. У Дани вот такой лимонадик. Мы с Полиной сейчас будем делать пиццу. Пицца. У нас тут вообще много приколов, рецептов. Я вообще хочу тыкви на пряное латте сделать. Полина пунш, вот, морсик. В общем, много приколов. Смотрите, как классно фотка получилась. Восторг. Даня завязывает шарик. Это у нас такие призраки, да. Я завязываю призраков. Я первый раз делаю кофе. Вообще, в принципе. Я ни разу не пила кофе. Ну, дома. Типа, я не люблю кофе. Вот Даня пьет три пакета. Как необычно. И что, когда вся кружка заполнится, переставает долить? Ну да. Но я обычно не фирм, а он такой, да. Но тебе нужно добыть много. Все поняла. Тебе нужно добыть много. Я не знаю, я не умею. Вам? Помни, крабовый. Крабовый, да. Илья там, блядь, не обрежется. Ты Даня. Даня, рис. Рис. Который, блядь, не доварился. Да, рис. Почему не доварился? Да потому что он был альдент. Не, потому что мы не умеем с тобой варить рис без пакетика. Да. Странно, что Даня старился. А эти можно брать? Да, эти часы. Так, теперь мы знаем, что этот угол почти не используется. Еще нужно добавить молотую гвоздику, но мне лень молоть, поэтому я кину так. Еще мускатный орех надо и что-то там еще. Ну, я думаю, нормально. Та-дам! Настя, впервые сделала мне кофе. Я, в принципе, впервые сделала кофе. Вау! Ну что? Подогревик прикольно. Вкуснее, чем если я просто с молоком делаю. Мы смотрим реальных упырей. Повесили призраков. И готовим. Даня сделала банановый копкорн. Полина делает череп. Будем делать пиццу. Два треугольничка маленькая. А, два треугольничка маленькая. А куда? Вниз они смотрят или вверх? Вниз уголок. И самое милое, это вот это. Ну, просто чудо. Просто из лаваша. Такая получилась супер жуткая пицца. Вообще, не знаю, как обгоревшее лицо какое-то. Прям, мне кажется, давай на всю поверхность. Или не хватит? Ну, еще посмотрим. Духовки-привидения у нас. Мы немного проебали момент. И они теперь по-настоящему ховынски. Вот сейчас мы туда делаем пунш. Блядь, или... Делаем пунш. Они все упали. Они даже всплывали. Они даже всплывать. Почему? У меня они тоже упоминутят. Ну, все равно. Мы же это стаканчики потом будем наливать. Все в порядке. Давай соленых хочу принять. Да. И поставили пиццу. Маме, что-то ебать. Все, ебать все, что есть. Блин, как круто. Ой, это с ней. О, давай, ешь. Это призраки? Да. Как круто. Да, они утонули. Не, нормально. Они утонули. Все, в этот раз у нас получилось. Они как чипсики. Ты подожди, Полин, знаешь, как ты как кто? Ты как на свадьбе. Да. С этим, с караваем. А мы, мол, как же вам издать. Ну, как он вообще откусит. Да. Да, Аня. Фу. Слава семьи. Я пришла в моду, меряю вещи. И это просто восторг. Вот такая черная манишка. И вот такая шапка. Это просто супер шапка. Это восторг. Она теплая. И она закрывает уши. Вот так смотрится с пуховиком. Вообще восторг. Такая манишка. Прикольно. По-моему, сочетается с ботинками. Она немножко колючая, конечно. Но вроде прикольно. Шапка вообще супер. Прям нравится. Но она... Хочется, чтобы посильнее закрывалась. Потому что вот так продувать уши будет. Такая же черная шапка. Но просовая мне понравилась больше. На контрасте. Потому что... Еще одна белая футболка. Она как та полосатая, которую уже осмерила. Суперская. У меня нет юбки, поэтому... Вот так. Примеряем от порта. Блин, это, конечно, восторг. Единственное, что вот тут немного давит. Вот эта штука очень твердая. А тут начинается кожа мягкая. Блин, жарко. Не за юбку, чтобы походить. Вторые ботфорты... Они ровно по колено идут. Что не очень хорошо. В отличие от вот этих. Но они зато прикольные. Они покрупнее. Они погрубее. Они подойдут с большим количеством одежды. А вот эти такие более женственные. Такие более... Ну, короче, вот. Ну, вот эти больше нравятся. Ребята, все. Наша аптека превратилась в красное и белое. Скоро открытие. Это мое помещение. Ладно, ребят, будем заканчивать с вами влог. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всех люблю. Это мы, кстати, ворону выгуливаем первый раз на улице. Ладненько, все. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok